Доброго здоровья! С вами снова мы. Здравствуйте, друзья. Итак, мы на берегу Средиземного моря. Сзади нас пляж. Мы отдыхаем и немножко работаем. Сегодня мы вам расскажем кое-что. И тема эта будет... Про любовь. Да. Я вам зачитаю такую статью. Она называется «Любви недостаточную». В 1967 году Джон Леннон написал свою песню. «Все, что тебе нужно, это любовь». Также он бил обеих своих жен, бросил одного из своих детей, осыпал гомофобными и антисемитскими оскорблениями своего еврейского менеджера Гея, а однажды целый день возлежал перед толпой людей совершенно обнаженной. 35 лет спустя Трент Резнер из группы Nine Inch Nails написал песню «Любви недостаточная». Резнер, несмотря на свою известность, шокирующими представлениями на сцене и гротесными тревожными клипами, избавился от наркотической и алкогольной зависимости, женился на одной женщине, завел с ней двух детей, а затем отменил последующую студийную и гастрольную деятельность, чтобы оставаться дома и стать хорошим мужем и отцом. У одного из этих мужчин чистое реалистичное понимание любви, у другого нет. Один из них идеализирует любовь, видя в ней решение всех проблем, другой нет. Один из них, вероятно, был нарциссическим человеком, второй не был. В нашей культуре многие идеализируют любовь. Мы видим в ней возвышенную панацею от всех жизненных проблем. Наши фильмы и истории в книгах отмечают ее как конечную цель жизни, окончательное избавление от всей болезненной борьбы. И из-за того, что мы идеализируем любовь, мы переоцениваем ее. В результате платить за это приходится нашим отношениям. Когда мы верим, что все, что нам нужно, это любовь, как Леннон, мы склонны игнорировать фундаментальные ценности, уважение, смирение и обязательства перед людьми, о которых мы заботимся. В конце концов, если любовь решает все, зачем я должен утомлять себя другими вещами, сложными вещами? Но если как Резнер мы верим, что любви недостаточно, мы понимаем, что здоровые отношения требуют большего, чем чистые эмоции или высокие страсти. Мы понимаем, что есть вещи более важные в нашей жизни и в наших отношениях, чем просто быть влюбленными. И успех наших отношений зависит от более глубоких и более важных ценностей. Три горьких правды о любви. Проблема с идеализацией в любви в том, что у нас развиваются нереальные ожидания по поводу того, чем на самом деле является любовь и что она может сделать для нас. Эти нереальные ожидания потом саботируют те самые отношения, которыми мы дорожим в первую очередь. Любовь не всегда совпадает с совместимостью. Только тот факт, что вы влюбились в кого-то, не означает, что это хороший партнер для вас на долгий срок. Любовь — это эмоциональный процесс. Совместимость — логический процесс. И они не обязательно переходят друг в друга. Можно влюбиться в человека, который не относится к вам хорошо, заставляет вас чувствовать и думать о себе хуже, чем вы есть, не уважает вас настолько, насколько вы уважаете его, или у которого настолько неустроенная жизнь, что он может сделать так, чтобы и ваша пошла под откос. Можно влюбиться в того, у кого другие амбиции или жизненные цели, противоречащие вашим, или в того, чьи философские убеждения или мировоззрения вступают в конфликт с вашим чувством реальности. Можно влюбиться в того, кто вытягивает из вас жизненные силы и счастье. Это парадоксально, но факт. Когда я думаю обо всех катастрофических отношениях, которые я встречал у людей, писавших мне письма, большинство из них оказалось в такой ситуации из-за эмоций. Они чувствовали ту самую пресловутую искру, и у них сносило крышу. Плевать, что он был христианином-алкоголиком, а она была наркоманкой, бисексуалкой, все равно казалось, что это правильно. И когда полгода спустя она бросила его, а он молился Иисусу по 12 раз на дню ради ее спасения, они оглянулись и удивились. Где же все пошло не так? На самом деле все пошло не так еще до того, как все началось. Когда вы встречаетесь и ищете партнера, вы должны руководствоваться не только вашим сердцем, но и разумом. Да, вы хотите найти кого-то, кто заставляет ваше сердце трепетать, а бабочек в желудке петь. Но вам также нужно оценить человека и то, как он относится к людям, какие у него амбиции и мировоззрения. Потому что если вы влюбитесь в человека, который вам не подходит, у вас наступит плохое время. Любовь не решает проблемы отношений. Мы с моей первой девушкой были безумно влюблены друг в друга. Также мы жили в разных городах. У нас не было денег, чтобы повидаться. Наши семьи ненавидели друг друга. И мы прошли через ежедневные приступы бессмысленных драм и ссор. И каждый раз, когда мы боролись, на следующий день мы возвращались друг к другу и напоминали себе, что мы без ума друг от друга. И что ни одна из мелочей не имеет значения, потому что мы так любим друг друга. И наверняка найдем способ все решить. Нужно только немного подождать и посмотреть. Наша любовь заставляла нас чувствовать, что мы можем преодолеть все, хотя на самом деле абсолютно ничего не менялось. Как вы понимаете, ни одна из проблем не решалась. Ссоры повторялись. Аргументы становились жестче. Наша неспособность даже видеть друг друга висела на наших шеях, как ярмо. Мы были погружены в себя до той точки, где даже не могли толком нормально общаться. Мы часами висели на телефоне и практически ничего не говорили. Сейчас, смотря назад, я понимаю, что надежды и не было. Но тем не менее, это длилось три года. В конце концов, любовь побеждает все, правда? Неудивительно, что отношения загорелись и разбились, как дирижабль, объяты пламенем. Разрыв был ужасен. Я вынес из этих отношений большой урок. Пока любовь заставляет вас чувствовать себя лучше по поводу ваших жизненных проблем, она не решает ни одну из них. Американские горки эмоций могут быть опьяняющими. Каждая покоренная высота кажется все более впечатляющей. Но пока у вас не появится стабильной, твердой почвы под ногами, прилив эмоций в конечном итоге смоет все. Любовь не всегда стоит того, чтобы жертвовать собой. Одна из важных характеристик любви кому-то – ваша способность думать об этом человеке, о его нуждах больше, чем о себе. Но вопрос, который задают, довольно редко. Чем вы жертвуете до другого? И стоит ли оно того? В любовных взаимоотношениях это нормально для обоих. Иногда жертвовать своими желаниями, своими потребностями и своим временем друг ради друга. Я бы сказал, что это адекватное и здоровое поведение. И именно оно делает отношения по-настоящему классными. Но когда дело доходит до ущерба собственному уважению, чувству собственного достоинства, физическому состоянию, амбициям и жизненной цели только ради того, чтобы быть с кем-то, любовь становится проблематичной. Любовные взаимоотношения предполагаются как дополнение к нашей индивидуальности, а не угроза ей или ее замены. Если мы оказываемся в ситуации, когда мы терпим неуважительное или оскорбительное поведение, то по существу мы делаем следующее. Мы позволяем нашей любви поглотить нас и свести нас на нет. Если мы не будем осторожны, то останемся лишь в качестве оболочки человека, которым когда-то были. Один из советов на тему отношений звучит так. Вы и ваш партнер должны быть лучшими друзьями. Большинство людей рассматривают этот совет только с позитивной стороны. Мне стоит проводить столько же времени с партнером, сколько и с лучшим другом. Мне стоит открыто общаться с партнером, как с лучшим другом. Мне стоит веселиться с партнером так же, как я веселюсь с лучшим другом. Но стоит посмотреть на ситуацию под негативным углом. Позволяете ли вы своему лучшему другу вести себя так же негативно, как ведет себя вторая половинка? Удивительно, но когда мы задаем себе этот вопрос, в большей части нездоровых и зависимых отношений ответ будет нет. Я знала одну женщину, которая только что вышла замуж. Она безумно любила своего мужа. И она не замечала факта, что муж прохлаждается без работы в течение года, не проявляет никакого интереса в подготовке к свадьбе и часто бросает ее ради серфинга с друзьями. А ее семья и друзья не очень-то уверены в нем. Несмотря на все это, она вышла за него замуж. Но когда эмоциональный накал свадьбы иссяк, осталась реальность. Через год после заключения брака он все так же не работал и мусорил в доме, пока работала она. Он злился, если она не успевала приготовить ужин. И все чаще она жаловалась, что он зовет ее испорченной и грубой, и да, он по-прежнему бросал ее ради серфинга со своими друзьями. И она попала в эту ситуацию, потому что игнорировала три горькие правды о любви, описанные выше. Она идеализировала любовь. Несмотря на все сигналы, что он подавал, когда они встречались, она верила, что любовь означает совместимость. Но она не означает. Когда ее семья и друзья высказывали беспокоенность по поводу свадьбы, она верила, что любовь решит все проблемы. Но этого не случилось. И теперь, когда все скатилось в кучу проблем, она обратилась к друзьям за советом. Как она может пожертвовать собой еще больше, чтобы все наладилось? И по правде никак. Почему в наших романтических отношениях мы терпим поведение, которое никогда ни за что не позволили бы друзьям? Представьте себе, что ваш лучший друг переселяется к вам, мусорит в вашем доме, отказывается искать работу, требует готовить ему ужины и злиться, и кричит на вас, когда вы жалуетесь. Такая дружба закончится быстрее, чем карьера актрисы Парис Хилтон. Другая ситуация. Девушка одного мужчины была настолько ревнивой, что потребовала пароля от всех его аккаунтов и настояла на том, чтобы сопровождать его во всех его поездках, чтобы его не соблазнили другие женщины. Его жизнь была практически под 24-часовым наблюдением, 7 дней в неделю. И это было заметно по его самооценке. Оно не доверяло ему делать что-либо. Он сам перестал доверять себе. И все равно он остался с ней. Почему? Потому что любил. Запомните следующее. Единственный способ получать полное удовольствие от любви – это найти в жизни что-то более важное, чем любовь. Вы можете любить много разных людей в течение всей вашей жизни. Вы можете любить тех, кто хорош для вас, и тех, кто плох для вас. Вы можете оказываться в простых любовных отношениях и в сложных. Вы можете любить, когда вы молоды и когда вы стары. Любовь не уникальна, любовь нередка. Любовь не дефицитный товар. В отличие от вашего самоуважения, вашего чувства собственного достоинства, вашей способности доверять, вы можете не раз за свою жизнь оказаться влюбленным. Но стоит вам потерять самоуважение, чувство собственного достоинства или способность доверять. Их будет очень сложно вернуть. Любовь – это чувственный опыт. Это один из наиболее впечатляющих опытов, который может предложить нам жизнь. Это то, что каждый должен ощутить и насладиться. Но как любой опыт, он может быть здоровым и нездоровым. Как любой другой опыт, он не должен определять вас, вашу идентичность и жизненную цель. Мы не можем позволить ему погубить нас. Мы не можем пожертвовать ради него нашей личностью и самооценкой. Потому что, когда мы делаем это, мы теряем и любовь, и себя. Потому что в жизни вам нужно больше, чем любовь. Любовь великолепна, любовь необходима, любовь прекрасна. Но одной любви недостаточно. Как тебе такие размышления? Да, я с ними согласен. Знаешь, я почему решила выбрать эту статью? Потому что достаточно много людей, которые приходят к тебе на консультацию и ко мне, жалуются на проблемы в отношениях. И у многих из них проблема в том, что они очень сильно зацикливаются как раз на самих отношениях. У них часто нет любимой работы, стабильного дохода. У них нет увлечений. Они как бы, знаешь, зациклены друг на друге или на проблемах в семье. И им даже не на что переключиться. У них как таковой цели в жизни нет. И они сами, получается, давно потеряли свою индивидуальность и пытаются как бы найти цель в жизни в ком-то другом, в своем партнере или в своих детях. И это, конечно, приводит к проблемам. Это приводит к скандалам. Потому что человек, получается, он не живет своей жизнью. Он становится неинтересен своему партнеру. И есть те, у кого есть и работа, и увлечение. Однако проблемы в отношениях все равно появляются. И очень существенные. Такие, после которых либо развод, либо совместное житие, но на новых условиях. И есть люди, у которых есть ребенок, второй. А все равно проблемы есть. Где и когда что-то пошло не так, можно это выяснять, исследовать. Но если характер человека еще не проработал все качества, такие как любовь, доверие, мудрость, творчество и еще много других, то мы будем учить уроки один за другим. И есть в духовной сфере, в эзотерике, такие понятия, как любовь – это самое главное. Это значимое. Но самое ли это главное? Или любовь – одно из качеств, которые мы вырабатываем с каждой жизнью. Все лучше, все качественнее. Но вкупе с другими качествами, такими как мудрость, сочувствие, чувствительность, логичность, уважение к себе и к другим и еще много-много других. И мы уравновешиваем любовь многими положительными качествами характера. Если мы говорим про эзотериков, часто слышу такое высказывание, что они, безусловно, любят всех. Но при этом многие из них не способны строить личные отношения. Находятся либо в одиночестве, либо уже настолько много раз потерпели крах в отношениях, что бояться их вновь начинать. И вот эта фраза, безусловно, люблю всех, часто означает «не люблю никого». Не хочу вообще ни с кем взаимодействовать. Хочу быть подальше, потому что это причиняет большую боль. А я иногда вижу в человека, который вот это говорит, его мечту. Мечту вот так любить, чтобы все было ровно. Но сейчас этого нет. Это его цель. Это мечта, да, скорее мечта. Знаешь, как у ребенка, который верит в чудо. Но для того, чтобы мечта осуществилась, ведь для этого нужно работать. И вот такие люди, они мечтают, а работать не хотят. Потому что отношения любые, не только любовные, но и дружеские, любые отношения, деловые отношения, все эти отношения требуют работы, они требуют усилия, они требуют времени. Если вы в таком состоянии, когда вы разочаровались в одних, в других отношениях, или у вас вообще их не было, и вы боитесь в них вступить, потому что вы видите проблемы у одних, других, третьих, именно в отношениях. Если вы думаете, что вы всех любите, безусловно, и у вас нет равного вам партнера, или вы не видите кого-то, кто бы вам подходил, или вы в кого-то влюбляетесь, а он на вас не обращает внимания, или не следует тому, чего вы хотите, и вы редко бываете в отношениях, или вот сейчас вы не в отношениях, потому что у вас были травматические последние отношения. Да, можно отдыхать, да, можно быть одному, одной какое-то время, но вас, ваше Я, Вселенная, жизнь все равно будет вдохновлять, провоцировать на новые отношения. Если вы будете следовать этим провокациям, вы хотя бы в этих отношениях, да, травматических, возможно, да, не совсем взаимных, будете учиться. Поэтому любые отношения это очень хорошая школа, на которой вы понимаете, в чем ваше искажение, в чем вы ошибаетесь, что вы абсолютизируете, особенно такое качество, как любовь. И каждый раз вы понимаете чуть больше про себя и про других. И все-таки отношения полезные, даже которые изначально не видятся долгосрочными. А полезность их в том, что мы учимся на каждых отношениях, совершенствуемся в отношении в той самой любви и во многих других качествах, которые мы только можем осознать. Я согласна с тобой, что это хорошая школа. Ну и на основную школу, потому что именно через взаимодействие с окружающими мы проходим основные свои уроки. И часто люди, которые как раз закрываются в одиночестве, они тем самым показывают, что они боятся, они боятся окружающего мира, боятся что-либо познавать новое. Поэтому пробуйте отношения хотя бы понемножку. Да, может быть, большинство из них не будут течь так хорошо, а еще большее большинство даже не начнутся, но вы хотя бы попробуйте, вы попытаетесь и попытайтесь много раз. И одни из десяти проб могут продолжиться, продлиться и даже могут быть воспоминания о них. и возможно одни из нескольких десятков попыток продляться отношениями и возможно продолжительными. Даже если короткими, вы чему-то научитесь именно в этих коротких. И такими маленькими шажками, попытками и иногда продолжительными путешествиями с кем-то мы продвигаем себя в совершенствовании в отношениях и в любви. И во многих других качествах, которых мы вырабатываем в себе каждую новую жизнь. На земле, в физическом теле и в других более тонких телах. Даже между жизнями. Закончим мы сегодня обсуждение этой темы? Да. Пробуйте отношения, пробуйте, что такое любовь к себе, к другим ближнему. И на этом мы с вами завершим сегодняшнее видео. Но только до следующего. Счастливых вам проб, дорогие. И счастливо. До свидания.